На сегодняшний день число выздоровевших от коронавирусной инфекции составляет 64%. И с каждым днём становится всё больше тех, для кого диагноз COVID-19 уже в прошлом. Репортаж из Андижанской области. Какие симптомы у коронавируса? Как понять, что у тебя диагноз COVID-19? Эти вопросы набирают свою актуальность. Ведь, как отмечают специалисты, бессимптомное течение болезни тоже имеет место. А ещё обычная простуда перекликается по некоторым симптомам с коронавирусной инфекцией. Члены этой семьи из Пахтаабада также подумали, что присутствие температуры – признак ОРВИ. Принимали жаропринижающее лекарство. Казалось бы, всё как всегда и должно в скором времени помочь. Однако препараты не давали эффекта. Температура не спадала и тогда уже обратились к врачу. В результате чего была выявлена лёгкая форма коронавирусной инфекции. Раньше мы не ощущали всей проблемы, пока сами с ней не столкнулись лицом к лицу. Чтобы быть здоровым человеком, нужно уделять внимание правилам гигиены. Мы это всё поняли сейчас, а до этого, если честно, даже не думали об этом. Когда появились первые симптомы, мы подумали, что это грипп. Сейчас я здоровый, слава богу. А тогда недомогание не проходило, и мы обратились к врачу. Сделали тест, и после положительного результата у мужа его положили в больницу. Там он пробыл дней 10. Мы тоже боялись, что заразились. Мы же были все вместе в контакте. Благодаря оказанию качественной медицинской помощи, через 3-4 дня моему мужу стало лучше. Кашель уменьшился, аппетит появился. Медицинские работники постоянно были рядом. Никаких проблем не возникло. Немедленные действия специалистов не позволили опасной инфекции у отца троих детей развиться в сложную степень заболевания. Другая наша героиня, которая проходила лечение в больнице в соответствии с установленными методами, также вернулась к своим трём детям и родственникам здоровой. Женщина, которая работала в качестве помощника врачей в карантинной зоне, заразилась коронавирусом. Когда болезнь была диагностирована, она немедленно была госпитализирована. Тот, кто думает, что заболел, должен обязательно сразу же обратиться к врачу. Не надо заниматься самолечением, а следовать назначению специалиста. Быть осторожными. Мне выписали необходимые лекарственные препараты. Я была под наблюдением врачей. Главное не впадать в панику и депрессию. Если будет создан надлежащий уход, человек пойдёт на поправку. Уход за птицами – моя страсть, сказала она в разговоре с нами. Я смотрю на них и провожу сравнения. Когда человек здоров, он также парит, как птица. К счастью, всё осталось позади. Пришло исцеление и гордость за труд врачей, которые сейчас на передовой. Профессорско-преподавательский состав Андижанского государственного медицинского института проводит профилактическую работу с гражданами на тему COVID-19. Те наши пациенты, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, помогают нам в агитационной работе. Что они делают? Рассказывают о симптомах болезни, её последствиях, как её победить. К чему может привести факт того, если не обратился к врачу. Как ухудшается здоровье, если принимать антибиотики или другие лекарства без назначения. Они делают это вместе с волонтёрами. Здесь ни один совет профессионала не может быть лишним. Особенно в начале заболевания, когда нельзя упустить время. И следует принимать те препараты, которые необходимы. И не заниматься самолечением. Важен взгляд и присутствие врача в жизни пациента.